Друзья мои, я снова в машине, всем привет! Я сейчас направляюсь в город Ивердон. Дело в том, что у меня на сегодня, сегодня, кстати, 23 апреля, назначен физиотерапевт. У меня последний сеанс после родов. И на сегодня у меня назначено, но дело в том, что все кабинеты, все парикмахерские, они открываются только с понедельника. Поэтому я пыталась дозвониться, и не смогла, и муж сказал мне, ну, поедь, посмотри, может, все-таки открыто прогуляешься. Хотя на прошлой неделе я созванивалась со своим физиотерапевтом, и сказала, что оставляю это время, эту дату. Так что, ладно, поедем посмотрим. Хочу сейчас заехать в магазин, поэтому покажу потом покупочки. Ну, в общем-то, все. У меня должен был быть еще один сеанс, но сказали, что мы его аннулируем, потому что все хорошо восстанавливается. Поэтому дальше я буду делать упражнения сама. Так что, вот такие вот новости. Почему на сайте была одна информация, но у меня состоялся визит к доктору, это потому что они сейчас пытаются всех своих старых пациентов немножко раскидать по пустым дням, чтобы не очень много людей было. Но я, в общем-то, на то время, которое я пришла, была одна, и после меня был один человек. Все. Поэтому я думаю, что они специально так сделали, чтобы им было меньше народа. Сначала покажу большие такие покупки. Значит, здесь на акции кола, которая была. Овсянка, брокколи, салат. Вот такой кондиционер для белья. Один линор для взрослых. И вот такой вот детский. Дальше хлеб для бульберов. Естественно, туалетная бумага. Что же еще можно на карантине покупать? Вот такая паста детская и салфетки. Еще, кстати, здесь детский шампунь. Так, я здесь снова немножко сменила лаборацию. Но это куда мне просто? Следующий пакет. Здесь у меня хлеб. Салфетки еще одни. Зубная паста. Два мыла. Пена для бритья для мужа. Так, этот чек. Майонез. Здесь у меня яблоки. Фарш. Взяла на скидки 50% малину. Она немножко помятая, но не вся. Мне, в принципе, без разницы, что давать ребенку. Пробовать, а это у меня просто такая будет. Лук-шалот. Дальше здесь у меня рыба красная. Здесь две упаковки рыбы для того, чтобы готовить ее в духовке. Дальше здесь у меня две упаковки муки. Не две, даже, а три. Еще третья. Так, масло рапсовое. Здесь универсальное моющее средство. Но я для пола его собиралась использовать. Курица. И два больших по полтора литра пакета молока. Теперь вторая сумка. Здесь тостовый хлеб. Здесь ремень. Его можно добавлять в десерт. И я взяла для того, чтобы делать пирог. Где-то на канале, по-моему, даже будет рецепт у нас. В Филадельфии обычно я хочу попробовать приготовить синабоны. Здесь нектарин. Два куска, две упаковки масла. Это обычное масло. Наверное, что-то вроде маргарина. Но мне без разницы, что ложить. Я взяла такое. Здесь ветчина. Лук с парей без этой зеленой части. Огурец. Здесь батат. Еще дыня. Видела также арбузы. Хотела попробовать, но что-то меня останавливает. Бананы. Манго. И цукини или кабачки. Вот, в принципе, и все. Да, здесь пусто. Это все в общей сложности. За два магазина я отдала где-то 140 франков. Многие из продуктов были на акции, поэтому мне повезло. В общем-то, судите сами. Спасибо всем большое за просмотр. Увидимся с вами скоро. До новых встреч. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok